Локомотив Локомотив Легенда Мадридского Реала В том числе Ну и я бы сказал, что Сельты Сельты из Вига Потому что, в принципе, начинал он там И ярким игроком он стал именно в этом клубе Потом уже перешел в Реал Это речь о Мичеле Сальгадо Так вот, одно время затеев здесь бит Бизнес в Эмиратах Он воплотил в жизнь свою мечту О создании команды Увы, не в Испании на тот момент Но вот в Эмиратах получилось ее создать Она начинала с самых низов, с самого нуля И вот за несколько лет, буквально в прошлом году Доросла до первого дивизиона Эмиратов До ФНЛ Эмиратских В прошлом году она выиграла второй дивизион Вышла в первый дивизион ОАЭ И вот сейчас там пытаются закрепиться Хотя очень сложно Порою в этом сезоне они пока пытаются только обжиться на этом уровне Пока занимают последнее место в таблице С большой долей вероятности вылетит обратно Но как бы то ни было, попытка не пытка У них довольно многое получается уже И может быть до конца сезона они все-таки поднимутся выше Это их проблема, ну а проблемы Локомотива Они другие, хотя, ну в общем, несколько схожие Как вы знаете, сейчас только ленивый не говорит о том, что это самый неудачный сезон для Локомотива И прочее, и прочее Пока еще трудно называть его неудачным Потому что при всех раскладах, которые существуют на сей пору А Локомотив, напомню, входит в зону стыковых матчей На 6 очков отстает от спасительного 12-го места Которого занимает бывшая команда Михаила Галактионова, Нижний Новгород Но тем не менее, впереди еще очень много игр Да, календарь сложный, об этом многие говорят Но тем не менее, Локомотив, я думаю, с таким составом попытается Обязательно попытается выправить ситуацию И очень многие считают, что это будет Локомотива по силам Мы, по крайней мере, это с 22-го числа уже будем наблюдать 22-го февраля Локомотива, напомню, первого после возобновления сезона Матч Кубковой с московским же Спартаком И, как вы понимаете, билеты, если учитывать, что это домашняя встреча Локомотива Вы уже можете приобрести на сайте Жени Дорожников Ну, а прямо сейчас давайте смотреть последнюю встречу Лока на сборах Это седьмой матч Лока играет где-то через 4-5 дней Каждый матч проводит приблизительно в эти же сроки И надо сказать, что очень серьезные нагрузки Сборы непростые, как признаются сами футболисты Но на этих нагрузках, судя по всему, они далеко могут зайти По крайней мере, и содержание матча, который меняется от игры к игре И физическое состояние игроков И самое главное, их собственное мнение Максим Нинахов недавно после матча с Уралом об этом высказывался Сказал, что готовы великолепно уже сейчас И сам он, наверное, лучше свои сборы в жизни проводит А он уже игрок достаточно матерый Как бы то ни было, знает, что говорит Я думаю, что мы увидим «Локомотив» несколько другим После возобновления сезона Преобразившимся по сравнению с тем, что было в ноябре-декабре Давайте посмотрим на состав Лока Сегодня в воротах Илья Лантратов 22-й номер В поле играют Максим Нинахов, 24-й Игорь Смольников Под восьмым 59-й Егор Погостнов И 4-й Станислав Магеев 6-й Дмитрий Баринов, Константин Мородишвили 5-й, 69-й Данил Куликов Это средняя линия Сергей Пеняев, 19-й Артем Дзюба, 7-й Франсуа Камано, 25-й Это группа атаки Ну, вы видели, что в предыдущих матчах «Локомотив» пытался наигрывать схему 4-3-3 Ну или что-то очень похоже на эту схему Здорово подхватывает мяч Пеняев Он на ливом фланге Здорово создал себе свободную зону Пространство для маневров И даже прострелил вратарскую Здесь успевает пока что еще защитник Фурсан Испании Четвертый номер Высокорослый И, судя по всему, очень маневренный Габриэл Не очень понятно, правда, от из какой он стороны Дело в том, что состав у Фурсан Испании менялся И в сравнении с началом сезона Уже были до заявки В январе месяце были новые приобретения По-моему, это бразилец Как будто ни было, он возобновляет карьеру уже в составе клуба 2-й эмиратской лиги Состав у Фурсан Испании следующим образом выглядит Навав Первый номер вратарь В поле 80-й Анвар 32-й Ахмед 8-й Маджер Маджер Гомес, это испанец Легионеров тут хватает даже несмотря на аутсайдерский статус В 1-м эмиратском дивизионе Франко Жан, колумбиец под 83-м номером 22-й Велесон 4-й Габриэл 2-й Лаутар Вот как раз Велесон, Лаутар и Габриэл Это все сплошь и рядом новички Судя по всему, именно их приобретение позволяет усилить команду Но опять-таки не очень понятно, откуда они Малая информация была об этом 27-й номер Абдул-Роман Шахкер И 8-й Маиб Вот такой состав у Фурсан Испании Главный трейлер это команды Пабло Короа Это испанский же специалист Опять-таки очень много здесь, если не все, согласуется С Мичелом Сальгады, который, напомню, является хозяином этого клуба Классный подкат И надо сказать, что, как и в предыдущих матчах А мы все игры Локомотива на сборах смотрели Это седьмая Лока начинает очень агрессивно И на первых минутах применяет очень высокий прессинг Это пока дает свои плоды Нинахов Сегодня играет на левом фланге Подача Пеняева Видите, несколько меняется сейчас расположение некоторых игроков Потому что, скажем, как правило же Мы привыкли видеть Франсуак и Манус слева Например, Пеняева Сейчас по этой расстановке 4-3-3 справа Но вот, по крайней мере, первая минута проходит несколько иначе Учитывая то, что сегодня вышел Смольников Была вероятность того, что либо один крайний защитник А и Смольников, и Нинахов все-таки предпочитают играть на правом фланге Либо другой окажется слева Но вот видите, Смольников действует справа На своей обычной позиции на левый фланг отрежен Нинахов Пеняев подает Очень высокая подача Видите, мяч даже не попал в кадр Настолько высоко был поднят мяч Но, как бы то ни было, эмиратцы здесь отбились Новая практически команда Я уже говорил об этом И понятно, что думать даже о высшем эмиратском дивизионе пока еще рано Не тот уровень Но возможности есть И деньги есть Учитывая то, что Мичел Саргада довольно много вкладывает в команду Ну и самое главное, есть еще и спонсоры Есть возможность скаутскую службу задействовать Много легионеров из Южной Америки Посмотрите, Колумбия, Бразилия, Аргентина Есть испанцы, есть африканский рынок Тоже весьма развитый, вроде Алжира А Лотфи Машу, например, пока находящийся в запасе, это алжирец Есть и Фиуп, который сегодня в старте Титан Вар, 80-й номер, последите Очень может быть, что Контратаки, например, Фурсан Испании Окажутся весьма состоятельными Но пока вот на таком сопернике можно как раз наблюдать за прогрессом Тольная команда, в данном случае Локомотива Последний матч на сборах Наверное, повод для того, чтобы поднять настроение Посмотрите, Зюба отработал на фланге Попытка в центр отдать И там уже на дальней штанге слева Мог открываться Сергей Пеняев Но мяч до него так и не доставлен Был угловой удар, еще один Интенсивное начало Но это то, что отличает игру Локомотива в последних матчах на сборах Я уже говорил в начале репортажа о том, что У Локомотива получились вот такие полноценные полтора месяца Ну и, может быть, даже месяц, чуть больше Но, тем менее, едва ли имеет смысл называть вот этот срок Этот отрезок одним большим сбором Скорее всего, просто три Да, тем более были выходные у ребят По ходу которых они могли получить свободное время К ним приезжали родственники Друзья И, как бы то ни было, вот таким образом удавалось коротать время здесь В Объединенных Арабских Эмиратах Но, вот, все это уже заканчивается Совсем скоро вылет в Москву И 22-го числа уже кубковый матч со Спартаком Первый, потому что будет на этой стадии еще один Артем Дзюба Не очень понятно было, в какой он форме, когда он переходил Понятное дело, что наверняка тренировался в Москве Когда искал команду Но одно дело тренироваться самому Другое дело вместе с командой Поэтому здесь вопрос к физике был, несомненно Удар поворотом Один из первых, который пытается нанести футболисту Локомотива Здесь Навав Хусейн на месте Но будем ждать и большего количества Потому что, наверное, на таком сопернике уместно Очень даже проверять боеспособность своей атаки Ну вот, например, если говорить о трех последних матчах Мы видели игру с Урарту Мы видели и матч с Уралом И это все бы не простые были игры Хотя, казалось бы, Локомотив переигрывал Урарту большим количеством отрезков Но забил в итоге с помощью автогола С Уралом проигрывал, напомню Тем не менее, вырвал победу Дуа-один Отличная получилась замена Когда вышел Пеняев и посадистил Лока в обоих голах И отдал передачу голевую и забил сам Пока именно преображение Пеняева Его внедрение в стартовый состав Одна из главных тем, возможно, да Посмотрите, как он здорово отрабатывает В любой ситуации, на любой позиции Как уверенно создает свободные зоны Как использует глубину этих свободных зон Если, опять-таки, они создаются без него Насколько он креативен и энергичен Это было заметно еще даже в самых первых матчах Что он успел провести за Лока на этих сборах Еще раз напомню, Лока укрепился И с приглашением Пеняева, и с приглашением Глушенкова Разумеется, с приглашением Дзюба Вот, наверное, если говорить о Дзюбе Если в матче с Урару чувствовать, что не хватает У наценного центрального нападающего Такого классического центра форта То с появлением Дзюба, возможно, эта проблема будет решена Возможно, потому что очень многое зависит от нюансов Как он впишется, впишется ли И это только второй матч, который проводит Дзюба в составе Локомотива Посмотрим, что будет уже в официальных играх Опять-таки, важно, насколько хорошо он будет готов Уже через неделю, когда предстоит играть с тем же Спартаком Но для него, как известно, Спартак – это раздражитель невероятный Атака Локомотива Хороший пас был между линиями Посмотрите, выше-выше поднимаются уже центральные полузащитники Мородишвили Тодже На матче с Урару, на примере этого матча Было видно, что, пожалуй, Локомотив в таких ситуациях Когда речь идет об игре с весьма статусным соперником Все-таки Урарту – лидер чемпионата Армении Он несколько осторожничает Там три центральных полузащитника было выпущено на поле Сегодня то же самое, кстати Баринов, Мородишвили, Куликов Кстати, такой же состав полузащиты, как и в том же матче с Урарту Другое дело, что, наверное, три разрушительных полузащитника Для матча с таким соперником – это чересчур большая роскошь Поэтому априори, если кто-то должен выбегать вперед Тот же Мородишвили, например, у которого есть такие возможности Куликов, возможно, вполне Баринов Понятное дело, будет оставаться в опорной зоне Бежит в контратаку эмиратский клуб И посмотрите, проходит неожиданная передача И, более того, может быть еще, по крайней мере, одна Вот так катится мяч на лево полуфланг И вот даже эта команда скромно умеет обыгрывать один в один Маджер Томас Испанец прокинул мяч между ног одному из футболистов Лока Посмотрим, как справиться уже с этим корнером у своих ворот футболисты московского клуба Подача Ну-ну-ну-ну-ну, вот дорабатывает момент эмирации Да, похоже, здесь фол в атаке, тем более судейская бригада У меня, к сожалению, нет в протоколе указаний о том, кто судит эту встречу Но, может быть, по ходу матча удастся уточнить Кажется, арбитр из Сербии Вот еще раз посмотрим Вот здесь, кажется, было нарушение правил Ну да, это тянет на фул в атаке Учитывая то, насколько высоко тот же Лаутара поднялся в воздух И эту борьбу в воздухе хоть и выиграл, но очень жестко при этом сыграл Брадишвили Опять Константин открывается Подвижность это то, в чем он не только может прибавить, но в чем он успешен Как бы то ни было, и прошлое в ЦСКА, и нынешнее в Локомотиве Хотя бы вспомните лучшие матчи Константина Это как раз вот за счет того, что он здорово подключается вперед За счет того, что использует скорость Классный по спине Иван Адзюбу Отлично ему поставлен был корпус защитника Вы посмотрите, это Габриэль отработал очень четко Причем, посмотрите, он не снижал скорости, перемещаясь из зоны в зону Что другие футболисты, которые будут действовать на позициях либо вингеров, либо инсайдов Потому что здесь все-таки нужны смещения именно в центральную зону Вот такие передачи, они могут впарывать оборону Другое дело, что нужен нападающий, который будет стопроцентно стабильно на них открываться Причем оригинально открываться Вот открылся здесь Дзюба Не факт, что в следующий раз такой пас и такой маневр Дзюба пройдет Подсказки идут со всех сторон Да, вот буквально ежесекундно звучат какие-то слова и в поддержку, и в подсказку Да, здесь высокий прессинг продолжает локомотив показывать Но опять-таки 12 минут, по идее, насколько локомотив хватит в этом прессинге Физически, как говорят сами футболисты, команда уже сейчас готова хорошо Но опять, наверное, для того, чтобы выигрывать даже в таких матчах, как кубковые, да? Тем более в таких матчах, как кубковые, где нужен еще помимо эмоций, отличный физический Матч, отличная физическая готовность на протяжении длительного времени Потому что играть придется, возможно, часто при таком календаре Конечно, нужно быть уверенными именно в этом В своей команде Ну и футболисты друг в друге уверены, это точно Интересно, какие итоги подведет потом по итогам сбора Михаил Голоктенов Но я думаю, что самым главным итогом будут как раз именно эти первые матчи После возобновления сезона Спартакол Вот там мы уже увидим, действительно ли настолько хорошо локомотив к возобновлению сезона готов Начинается опять очередная атака Локам Это Куликов Нравится своим движением И вот как раз своей готовностью, мобильностью Вот еще раз, давайте посмотрим на среднюю линию Локомотива все время И Баринов, и Марадешвили, и Куликов Особенно вот двое последних Постоянно в движении На фоне Фурсан Испании, понятное дело, это одно наблюдать Но что будет, опять-таки, в более важных матчах Нинахов уходит в центр Много позиций может сменить Нинахов И чуть выше сыграет на фланге Причем, в первую очередь, в правом И теперь уже слева Но посмотрите, вот в данном случае он сейчас даже переместился на место центрального Правого центрального защитника Возможно, это ситуационно так получилось Но, может быть Это будет не последний раз, когда он смещался с лева С сегодняшнего своего фланга в центр Опять он на левом фланге оказался Подстраховка есть Сработало в лице Куликова Опять Куликов с мячом Это Шакер Абдул Шакан Роман Шакер Один из местных игроков Но, опять-таки, вы видите, иностранцев здесь хватает Эмиратцев полсостава, но при всем при этом Из Латинской Америки легионеров масса Вот один из них Это Веллисон сыграл вперед На скорости Пока еще скорость они держат Но не забывайте В отличие от Локомотива Фурсан Испания в разгаре сезона находится По крайней мере, у них не было никаких серьезных пауз В январе, феврале, декабре Сезон в Эмиратах идет по системе осень-весна Понятное дело Если бы играли летом, было бы очень сложно проводить такие матчи Даже привычным к таким Жарким погодам и температурам Арабским футболистам Да, один был Мородишвили Собственно говоря, ему сразу последовала передача Дзюба Тоже пока радует, как Дзюба перемещается С места на место С точки на точку Команова Одиночку обыграл одного Но вот второго на скорости не удалось Прокидывал мяч Но уже откнулся прямо в защитника Однако, по-прежнему с мячом Лока Нинахов Пиньяев Вот опять Они взаимодействовали бы так на правом фланге Но теперь уже уходит налево И тот, и другой И даже Дзюба Третий Дзюба Выход один на один Ну, неудачный, конечно, он обработал мяч в этой ситуации Вроде бы все четко делал по движению Отдавал Потом открывался Получал мяч А вот дальше это касание Давайте еще раз посмотрим Вот Направо пас Открывается здорово И он уже совершенно один А вот по моменту обработки Это первое касание Оно получилось неудачно Потому что шанс вдруг появился у Навафа Но это тоже лишний раз Говорит о том, что Дзюба Пока не в самых лучших кондициях А, собственно, разве это сюрприз? Действительно Ведь совсем недавно Он только начал заниматься вместе с Локомотивом Но, понятное дело В ожидании того, чем разрешится Сага о его возвращении в российский чемпионат И в российский Ли Помните, говорилось о том, что Могут возникнуть варианты за границей Дзюба должен был готовить себя К возобновляющимся сезону И находиться в тонусе Мало ли что Ну, здесь Случай с возвращением в российскую премьер-лигу Это одно А были же наверняка варианты зарубежные Которые подразумевали Не просто приезд в команду Но и попытку сразу же влиться В нее по ходу сезона Для этого нужно было быть готовым На очень хорошем уровне Угловой удар Были уже с правой угловой отметки Попытки Лока Угловой исполнить Аж две Вот сейчас третий угловой И, по-моему, первый слева Фланга Пеняев прошел в штрафную Корпус поставил Попытался за счет этого еще и продвинуть мяч Дальше, правее Одним только движением ноги Но не получилось Пас назад Лока много матчей успел провести Еще раз скажу Это седьмая игра От матча к матчу С Бунинкором была ничья 1-1 с узбекским клубом Родину Команду ФНЛ Лока победил 2-1 Сочи На тот момент, наверное, это был Во многом Определяющий матч Итоги определяющие работы На первой половине сбора И Лока выиграл 2-0 Благодаря голам Щетинина и Ракова Это тоже важно Когда ребята Не всегда еще попадающие В основу Начинают забивать В таких вот играх С другими командами Российской премьер-лиги Плюс еще поражение От Жахора Тароу Тазима Это такая статусная Для Малайзии команда Уже в Лиге чемпионов Азиатской Попробовавшая себя Лока ей проиграл 0-1 Ну и два последних матча С Урарту 1-0 И с Уралом 2-1 Лока выиграл Очень впечатлил Второй там И выход Пеняева Опять-таки Я говорил уже об этом Момент Падает штрафной игрок Локомотива Пеняев тогда Вышел на замену И сделал сначала Голевую на Нинахова Который сравнял счет А потом забил и сам На 74-й минуте Так что получился Впечатляющий тайм Наверное лучший его тайм В составе Локомотива С тех пор Как он перешел в команду Это Пабло Ну вот тот самый Испанский Главный тренер Хотя Вот я сейчас сказал это И Поймался на мысль Что очень уж Этот человек Похож даже на Мичел Саргата Кто знает Не скажу что Слежу за жизнью Эмиратской лиги И уж тем более Клубов аутсайдеров Второго дивизиона На постоянной основе Но как бы то ни было И прической И стати И даже лицом Похож был этот человек На Мичел Саргата Может и он Кто знает Интересный момент Больше стало Единоборство И стыков Собственно говоря Благодаря чему Локомотив получает Право на штрафные Дзюба здесь успел Разыграть Мородишвили Ну да Нарушение правил Тоже имело место О чем это говорит Вот уже второй штрафной За последние 20 секунд Уже Фурсан Испания Начинает Уставать В таком темпе Даже на уровне Товарищеского матча Эмирации Не привыкли играть Ну да Явное нарушение Это еще до Фула на Мородишвили Когда Дзюба Не справились В полуфланге Так Это технично Куликов сыграл Внешней стороной Покатил вперед И опять нарушение правил Да Фурсан Испания Уже начинает Не просто тактику Мелкого фула Исповедовать Но и Самими этими фолами В таком количестве Давать понять Что они устали Вон уже буквально Язык На плече У Маджера Гомеса Которая получает Желтую карточку Вот он Маджер Маджер понятно В честь кого Это знаменитый был В свое время Футболист Африканский Рабах Маджер Который играл За сборную Алжира Который Играл за Порту И который Вошел в историю тем Что забил Потрясающий гол Пяткой В финале Кубка Тогда еще чемпионов 87-го года Когда Порту Переграл Баварию 2-1 Вот это был шедевральный Конечно матч для Маджера И благодаря этому Он стал великим для Порту И в истории Порту Футболиста Так что Было в честь Кого Маджером Этого Маджера Называть Маджер Гомес Испанский игрок Ну по крайней мере По паспорту Так Лантратов Одно из самых Больших приобретений Локомотива В это трансферное окно Понятное дело Лантратов Показал себя За эти годы Очень классным Вратарем Ведь еще Прошлым летом Много говорилось о том Что он может оказаться В зените Сразу после окончания Прошлого сезона Впечатляющего Для Химок Именно по концовке Когда команда Потрясающе Играла И очень много очков Набрала Сумев За несколько туров Даже до конца Обезопасить себя От вылета Но вот в этом сезоне У Химок Не заладилось Почти что с самого начала Очень много пертурбаций Изменений на трейлерском мостике Но вот еще и потеря Лантратова Потому что все-таки Это классный вратарь Но для Локомотива Очень важно Чтобы появился Вот такой еще Лидер вратарской линии Момент хороший Удар И мяч в сетке Красиво забито Аплодисменты с трибун Выбивает Навав мяч К центру поля Странно Не праздновали Футболист Локомотива Неужели Все-таки Спиксировали положение Вне игры Счет не меняется Ну давайте посмотрим Повтором Здесь не всегда Оперативно приходит Но может быть Как раз будет видно Нет На центр поля Мяч Баринов устанавливает Стало быть Гоу защитен Ну и с другой стороны Чему радоваться Все-таки Товарищеская встреча Не бог видит Что решается Рабочий настрой Это тоже Радует пока В действиях Локомотива Добавляем Вот Это здорово По-моему Подсказка Галактионова Еще раз Я думаю Что еще повтор Другой мы увидим Обязательно Потому что Ну все-таки Гол есть гол У самых разных камер Точек Лока Открывает счет И в общем Пока достойно играет Не забывайте Что все контрольные матчи И в том числе И в записи Потому что Это последняя игра Которую Лока проводит На сборах В Эмиратах Вы можете смотреть На платформе Окко Нужна только регистрация Вот еще раз Как технично было сыграно И впечатляющий Удар Который наносит Игрок Локомотив По-моему Это был Мородишвили Могу ошибаться Но Опять-таки Возможно Не с лучшего ракурса Нам этот эпизод показали Камер не очень много На этом стадионе Это эмиратский Центр Джабель Алифутбол Но Если бы От противоположной бровки Там было бы Все идеально Конечно Видно Нинахов Он уже в центре Но понятно Что смещается Здесь по ситуации Вновь получает мяч Еще раз обратите внимание Как работает правой ногой Пеняев Смещается в центр сам Мягкий перевод Вот это классно Оставлен мяч Под удар Дзюбе От Дзюба В свою очередь Да Это было красиво На Камано Но вот В этом к слову Тоже весь Дзюба Много у него Наверное Есть в игре Нюансов Которые сейчас Ввиду того Что он не провел Полноценный сбор Месяц с командой Не был в ней Эти полтора месяца Можно налаживать В том числе И взаимодействие с партнерами Но как бы то ни было Видите Все равно Он здорово видит Партнеров Здорово видит поле Ситуацию в штрафной площадке Вы помните Одно время Дзюбу считали Человеком Исключительно Нацеленным на удар На гол Но в Зените В какой-то момент Буквально несколько лет назад Он этот стереотип Он этот стереотип Смог Футболисты Футболисты форсана Ну вот Ну вот еще раз Ну здесь уже жестковато Было сыграно Потом видите Уже ногами Нет Он сыграл в мяч Но при всем при этом Конечно Подталкивал соперника С обеих сторон Так что он бедный начал Уже и падать Ну и за Поясницу И за плечи Придержу Так что Судья просто вынужден был Игорь остановить В защите Да Такая ошибка При многочисленных подсказках И от игроков самих И от скамейки запасных Получилось нешуточное В итоге Егор Погостнов Так мячом завладить И не смог Но слишком сильная была Передача для него Пожалуй При том что он Слышал подсказку И все видел Но опять Подсказывать мало Надо еще отдавать Удобно Анвар Вот тот самый Эфиопец Анвар Метьейера От лантрата Вкликнул я Но тут ему помешали Конечно Добраться до мяча Полноценно Сразу же стал блокировать Путь к мячу Один из соперников И в итоге Судьи тоже Вынуждены были Определить нарушение правил Так еще раз Вот я Ну конечно А дополнительного шага Который был необходим Для того что спокойно Завладить мячом Ему как раз не давало сделать Игрок Фурсана Который вдруг возник на его пути Но это явно блокировка Надо было игру останавливать Все правильно сделали Соди Вот здесь уже Егор подсказывает Раз за разом Это здорово Что он реагирует На эти подсказки Магиев Пас направо Смольников Вот пожалуйста Этим он тоже Всегда славился Классный первый пас Надзюбу А что там было Нет 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 И кажется Кажется Судьи только сейчас Обратили внимание на то Что возможно Дзюбу находился в офсайде И в общем действует По алгоритму Вара Да Стремятся чтобы Эпизод был доигран Ну-ка еще раз А потом Уже дают свой свисток Как бы обозначают Свой вердикт Но по идее-то Тут нужно действовать Как в старые добрые времена Классный пас Передача над Пеняева А замахивался пока Под удар Каманова Уже время ушло Сейчас видите Несколько меняется ситуация И судя по всему Об этом тоже была договоренность Пеняев ушел направо Камано отрабатывает Уже больше как Центральный нападающий И вообще тут Видно да Что Дзюба и Камано Здорово помогают Друг другу Дзюба уже стала чаще Смещаться на лево фланг Помните в начале матча Он отрабатывал справа О чем это говорит Да Дзюба центральный нападающий В общем это базовая схема Вокруг которой все крутится Но при всем при этом И центральный нападающий Должен отрабатывать В других зонах А вот Лакуну заполнять Другие футболисты Либо с флангов Смещающихся в центр Либо с глубины подключающихся Пока все очень симпатично На мой взгляд смотрится Но Ключевые здесь конечно действия Пеняева Потому что от того Как он сыграет Как создаст эту зону Насколько она будет глубокой Полноводной Зависит многое Ну и Дзюба Пока нравится как он тоже Смещается во фланге И вообще проявляет активность При том что возможно Физически он пока Не в лучших кондициях Но это наверняка Потому что все таки Времени Для того чтобы адаптироваться В коллективе наверное И тем более Стать Одной из главных деталей Этого Живого механизма Было очень мало Опять вернулся на левый фланг Пеняев Дзюба смещается направо Посмотрите Неплохо Неплохо двигается Но учитывая то что здесь На сборах футболистам дают по тайму Тут же важно Чтобы в официальных матчах Они уже выдерживали Все таки большее количество времени Так может быть И здесь Исходя из этого И статуса соперника И получат они Эти большие отрезки И не будет взамен Многомерных И частых Сразу в перерыве Хотя понятно Скамейка запасных есть И она длинная Играть хотят все Но Тут уже нужно думать И о варианте Состава на Спартак Мородишвили уже слева Вот то о чем мы говорили По линии атаки Наверное касается И полузащиты Видите Мородишвили Который чаще отрабатывал Именно ближе к правому флангу В начале матча В первые минуты Двадцать час уже слева находится Любопытно Куликов сюда смещался То есть такое полноценное движение Броуновское даже движение Но оно броуновское для соперников Для сторонних наблюдателей Здесь кажется есть Определенный алгоритм Хорошо Пеняев разыграл Попытка Мородишвили На весе штрафную Дзюба пригибался Ну не случайно Он видел что был рикошет И отыгрывать этот очень неудобный мяч По крайней мере Да подстраиваться для него Чтобы бить поворотом Либо с ноги Либо головой Было действительно не очень удобно Уж лучше Еще один угловой Пускай Пеняев молодой Пробежится Восемнадцать лет мальчику Восемнадцать лет Когда-то вот В столь юном возрасте Впервые начал заявлять Себе Мбаппе Например Которого очень многие считали Вундеркингом Он тогда пробился В основу Монако Зажигал в Ю-19 Составил французской Юношеской сборной Скидка И стал чемпионом Европы Кстати Среди футболистов Не старше Девятнадцати лет Там Франция была просто невероятно Очень многие из той команды Сейчас востребованы Подача Дзюбы И опять Здорово он увидел На дальней штанге Подключившегося Егора Погосного И Сделал на него навес Еще один угловой Но вот радует еще Атака флангами Потому что угловых очень много Шесть или семь уже было Так Можно вернуть мяч назад Мардешвили Но он попытался Все-таки не туда в глубину Не к угловому флажку А Хотел штрафную вырезать Но сложно было уже Он был в цветноте Да Подустали уже футболисты Фурсан Испании И вот это чувствуется Каждое движение Даже сейчас Навав ведь очень длинную Паузу выдержал Перед тем Как Выпить мяч И вернуть его в игру Мардешвили Мне все-таки Сдается мне Что тот Гол забил Куликов Вот из той зоны Ближе к правому флангу Именно он там удар наносил Похоже на то Но мы еще увидим Я думаю неоднократно Этот гол в повторах Навав выбил На право фланг Аккуратно выбил Между прочим Видите здесь Нашлось кому принимать мяч И на удобной высоте Он летел Но опять Предложил Лок прессинг На сей раз он не очень высокий был Не очень азартный Не очень агрессивный Но все-таки Вот чувствуется Да мало По мало Этот прессинг Но если не и сяк То по крайней мере Уже не настолько Эффективен В какой-то момент Показал Что действительно Под этим натиском Футболисты Фурсана Начинают Уставать Но может они устали Вот сейчас бы этим Пользоваться локомотивом Осталось 15 минут До конца первого тайма Возможно Да если нет там Других договоренностей Для тех Кто в старте вышел Это такой последний отрезок На сборах И нужно провести его Уверенно Зюба вырезает мяч на Камано Да Не очень убедительно Здесь пожалуй Камано Отыгрывал головой Все-таки на флаге У него получается лучше Особенно вот Лично мне нравится На левом Все-таки Когда его пробовали В позиции центрального Отпадающего В отсутствии девятки Полноценной А это было Ну например В матче с Урар То это чувствовалось Получается у него Не очень хорошо Ну по крайней мере Вот сейчас уже Зюба Как-то полегче Наверное Всем поклонникам Локомотива Ну а в том-то и дело Что кажется Здесь идея Это совсем другая Чтобы в роли Центрального нападающего Был И Камано Пеняев нет Потому что все-таки Пеняев лучше отрабатывает На флангах И Дзюба А сами эти футболисты Не то что меняли друг друга А вместе с Пеняевым Просто перемещались Из зоны в зону Вот так Ну тут опять Дзюба Возвращается К привычному Месту Ну и на Камано Сейчас надо посмотреть Пеняев Действует На одной линии С Дзюбой Камано Сейчас Из глубины Атакует Но опять Это тоже Ни о чем не говорит В любой момент Так кажется Камано Может опять Занять место На левом фланге Вернуться назад Но идея интересная Опять таки Если будет хватать физики У всех тех Трех футболистов Которая линии Атаки составляет Но опять Согласно этой идее Возможно Посмотрите Тут даже может быть Речь не о двух Не о трех нападающих А вот именно Что о двух Потому что Нет-нет И кто-то обязательно Пускается чуточку ниже Из этой троицы Ну примерно так же Кстати локомотив Играл Сурарту Когда тоже казалось Что Антон Миранчук Больше отрабатывает на фланге А потом хоп Через какое-то время Смотришь А он уже в центре открывается Мородишвили успел вернуться Предварительно Все-таки шаг вперед Сделал А сейчас уже Успел вернуться назад Да Пас в аут И вартари тут тоже уже Под такой нагрузкой Начинают ошибаться Но в первую очередь Тяна в аферич Да Судя по всему Это чувствует И Пабло Тренер Фурсана Меняя На вафа Вышел на поле Давид Ну вот это точно Испанский кипер Всего На матче Этот заявлено Три вратаря Но может быть действительно У них тоже такая договоренность Первые полчаса Условно Играет первый вратарь Вторые полчаса Давид Третий С 60 по 90 минут Третий вратарь Заявлено Там Есть такой Кипер По имени Юсеф Это местный уже Калкипер Как и на ваф Камано Да действительно Камано Больше части из глубины Отрабатывает сейчас А наверх поднимаются Посмотрите Марадешвили Пеняев И Нинахов Который Да подключается Естественно По своей позиции Вперед Но все равно Видно что Старается отрабатывать Справой Больше ноги Делать передачи С нее Когда Все таки В стартовом составе Выходит на эрте Князян Например Который куда чаще Играет левого защитника Ну тут наверное Уверенности больше Но в том то и дело Что возможно всякое Тем более Если вспоминать Начало сезона До травмы своей Помните довольно быстро В начале На старте чемпионата Нинахов получил травму И месяца полтора По моему Лечился тогда Так вот Первый матч В сезоне Он отыгрывал Именно на месте Левого защитника Потом уже Когда вернулся Стар Играется право Вот здорово Здесь это работа Нинахов Ну еще раз Это говорит о том Что он может быть Настоящим универсалом Что по идее В центре обороны Тоже Можно его использовать Тем более Учитывая Как он хорошо играет В воздухе Хотя Это раньше считалось Что крайние защитники Игра в воздухе Это ни о чем Да Никак нельзя тут Поставить знак Крайенства Вот сейчас В современном футболе Более современном Чем скажем Еще лет 10 назад Чувствуется Что Крайние защитники Многие по крайней мере Тоже кстати Универсалы Нередко переученные Или наоборот Крайние защитники Становятся центральными Там нужно навыки Улучшать Они должны играть Главой Хорошо Примеров очень много Пожалуйста Вот эти схемы Многочисленные Когда тот же Нагельсман Вдруг из своих Латералей Клоустермана Например Делает центрального Защитника И когда еще Лейпциге работал И они играли В тройке центральных При том что Были латерали Другие Но они Всякий раз Могли С центра обороны Подключаться вперед И по крайней мере А так и поддерживать Эти подключения А потом назад возвращаться Лишние две Боевые Единицы Которые Тогда у Нагельсмана Нет нет И появлялись В линии атаки Лока с мячом 7,5 минут До перерыва Да Немножечко движение Это сейчас поубавилось Но не сказать Что иссякли силы Мне кажется Все равно Но это абсолютно естественно То что мы видим Сейчас на сборах Заканчивается первый тайм Разумеется Это уже не Та свежее Что в начале Тем не менее Вот Все под нагрузками И нагрузки эти продолжались До последних дней Судя по всему Об этом говорили Футболисты Тут еще важно Обойтись без травм И кстати Несмотря на многочисленные нагрузки Вот тот же Максим Нинахов Дававший интервью После матча с Уралом Например Он тоже Отмечал Что к счастью Пока Фу-фу-фу Трам не очень много Мородишвили Мог побежать дальше Но вот Лиги Абсолютно без гарантий Абсолютно без гарантии Что они Сохранят свои позиции И команда Останется На этом уровне Ну просто потому Что эти гарантии Никто не может Дать Но судя по всему Там контракты Такие что Футболисты Тут даже Невзирая на Возможный вылет По итогам сезона Во время взятки Лиги Помните В Китай Приглашали его Насколько Доводилось Читать По крайней мере Да Речь шла И о Ближнем Востоке Дзюбу тоже Приглашали В такие чемпионаты Но он не согласился Так Там была Уже Еще одна замена Полевого игрока У футболистов Фурсана Когда на поле Выскочил Под 17 номером Марлон Коста Это бразилец Полузащитник Ну даже более Атакующего клона Так что может В атаке сыграть Но вот кажется Один из Атакующих игроков А сегодня И Анвар Тот самый эфиопец Теперь еще Марлон Коста Могли и могут Сыграть в этой линии Получил травм Да По-моему Это как раз Марлон Нет 83-й Все-таки Франко Жан Тоже нападающий Колумбийский Кстати Ну достаточно Габаритный Да и плюс ко всему На фланге смещается Охотно Вот у колумбийцев За последние лет 10 очень много Крайков хороших Появилось Например Да зачастую Внешне Напоминающих Скорее центральных Нападающих То есть способных Сыграть в воздухе При том что колумбийцы Не настолько Антропометрически Высоки Среднестатистические Колумбийцы Но тем не менее Ну да Сам в итоге Атаковал Футболиста Локомотива По-моему это был Куликов Нет Погоснов В данном случае Он выбивал мяч И в итоге Трамировался Футболист Фурсана Да Вот по-моему Это и мяч Саргат И есть Помню Его на поле И в составе Сельты Карпин и Мостового Или Мостового и Карпин Да Потому что Александр Может обидеться Но Как бы то ни было Это был один Один из самых харизматичных Футболистов Той сельты Конца 90-х Ну аж потом Конечно после перехода В Реал Сколько лет он на этом уровне Держался Играл Просто великолепно Велесон Но небольшая ошибка Погосного Да Видите В подкате сыграв Мяч все-таки потерялся Под своего контроля Хорошо еще партнеры Тут зону Спешно залатали Не дали возможность Футболисту Фурсана пройти Дальше с мячом В одно касание Стараются футболисты Из Эмиратов мяч Разыгрывать Опять много комбинаций Вот подобного рода Да Когда Опять играю в одно касание И подключение третьего Идет А то и четвертого Вот это неточный пас Поджимает уже Эмирация Не правда ли Это тоже Как-то знаково Да Под конец первого тайма Значит локомотив уже Посел Это чувствует соперник Велесон Давид Дело в том что Мичелл и Сальгада Здесь еще академия открытая Поэтому очень многие Футболисты Эмиратского происхождения Тут занимаются Это команды Из Абудаби Но понятно что В Абудаби Абудаби это отъединилось Центров как эмиратов Так и эмиратского футбола Вообще Тут немало команд Тут Хорошие возможности И опять таки Видите как у Мичелл Сальгада Душа Лежит к тому Чтобы еще постоянно Со скамейки запасных Не просто за командой следить Но еще и Это неразнодушие проявлять Желание чтобы она Выиграла в каждом эпизоде В каждом Матч В 2014 году Была образована эта академия Но опять таки Вот на базе Этой академии Очень скоро Был образован И сам клуб Который как мы с вами видим Не полагается Исключительно на воспитанников Форсан Испании Ну и плюс ко всему Да Раз Форсан Испании Значит испанские тренеры Испанские методики Это то К чему пришли в Катаре В какой-то момент Когда Загорелись с целью Создать не просто Страну Которая могла бы Чемпионат мира принимать Но еще и хорошую сборную Там же действительно Испанские тренеры Приглашали пачками И в конце концов Они очень успешно Поработали с первой И с клубами Тот же Хави Да и Пеняева подсказка И Погосного подсказка Умеет Галактюнов Работать с молодыми Очень даже Вспомните сколько лет Он работал в институте сборной По штрафной камано Провалились соперники Можно забивать Ой-ой-ой-ой По-моему Марадишвили Хотел на Дзюбу Откатить Туда чуть-чуть левее А можно было Из этой позиции Бить и самому Тем более ударчик У него приличный Да Обидно Момент очень хороший Но что поделать Если Уже Он упущен В официальных матчах Лучше такого не доводить Таких небрежностей Вот еще раз Камано Пройти Опять таки Все эти контрольные матчи Это седьмой Сегодняшний Последний У нас остаются В записи На платформе ОКО Так что Если вы хотите Мыслями И чувствами Вернуться Хотя бы к одной Из этих игр Пожалуйста Будьте с нами Ищите эти матчи У нас Хороший пас Между линиями И сразу На Дзюбу Передача И он опять играет На партнера Каманов В данном случае Пытался снабдить Мячом Но так получилось Да Он дотягивался До мяча Но в итоге Удалось даже Прокинуть одним касанием Его чуть-чуть вперед Вот да В этом весь Дзюба Поэтому даже если Дзюба не будет Забивать много Поначалу Давайте следить за тем Как он вообще Вовлечен в эту Комбинационную игру Какие передачи Будет партнерам Отдавать Это тоже может быть Очень важно Для сегодняшнего Локомотива Как в свое время Было важно И для Зенита Еще Пару лет назад Не в игре Бога права идет Бога права Си Так Там уже кричат Овсайт Овсайт Все правильно И никто не смотрит На часы Да Потому что пожалуй Ну были там замены Конечно Были еще небольшие паузы Но по-моему Явно не на две минуты Веселее Веселее Правильно До конца первого тайма Там сколько времени Остается Все локомотивское Надо отработать Эти отрезки здорово Тем более Не факт Что этот состав Далеко не факт Что он выйдет На вторые 45 Пас назад Здесь внимательнее Так Магиев Погоснов Ну и все На этом Неплохой первый тайм В целом неплохой Действительно Разделился на отрезки Очень интересные Несимпатичные были Стартовые минут 15 Когда локомотив Предложил высокий прессинг Потом Как и Пожалуй Наверное планировалось Прессинг иссяк Счет не менялся Но был еще Неплохой Импульс В середине Первого тайма Когда действительно Чувствовалось Что соперник Стал уставать И прессинг Приносит свои плоды И вот тогда Локомотив Стал лучше Генерировать моменты Хочется отметить Еще игру на флангах Учитывая то Как это все Получалось У локомотива В первые 45 минут Большое количество угловых Это тоже во многом Говорит о хорошей Фланговой активности Ну а мы уходим на перерыв В расчете на то Что второй тайм Независимо от того Каким там будет состав Получится Весьма и весьма веселым Примерно таким Старпер Залимый Залимый Развинайте вратаря Давай я Стою Развинайте Разграб стал Не Развинайте вратаря Говорит Макс Дай быстрей Дай быстрей Дай быстрей Будя 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 Дай быстрей Дай быстрей Продолжение следует... 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 Красиво все сделано, ничего не скажешь. Самое главное буквально на раз-два-три. Отобрали, продвинули, забили. Отобрали, продвинули, забили. Горцует Магеев, как будто ожидая, когда соперник, а ведь еще один вышел на замену Каю Эндрике, бразилец выйдет на перехват. Марадешвили и Камано забивают по мячу в последнем матче Лока на сборах в Эмиратах. Магеев. Ну, напомню, да, играли с первых минут Лантрат в воротах Погоснов, Магеев, Смольников, Нинахов в обороне, Марадешвили, Баринов, Куликов в середине поля, Дзюба, Камано, Пеняев в атаке. Остались Камано, Пеняев, Куликов, Баринов, Погоснов, Магеев, Нинахов. Вот сейчас он на правом фланге. Вот получается четыре замены, да, учитывая еще и вратаря. По-моему, Сидклантрата в воротах нет. Удяков неоднократно его менял в предыдущих матчах. Вот это здорово! Передача внешней стороной стопы, а вот тут уже Пеняев слишком жестко продвинул мяч вперед. И далеко все-таки. Мяч метра на полтора улетел с ноги. И тут уже вторым касанием пробить по воротам было очень тяжело. Тем более вот всегда у Форсана при обороне собственных ворот, при стандарте тем более, очень много своих игроков располагается. Преодолеть такое сопротивление непросто. Технично Нинахов скидывал назад. Но, видите, скинул борьбу. И Магеев здесь, может быть, даже и нарушил правила. Со спины-то жестковатым, возможно, играл против Каю Нероса. Есть... Помните, был такой в Аяксе Давид Нерос? Ну, вот здесь и Каю Нероса тоже из Бразилии. Погоснов ведет мяч вперед. Здесь Технизян. Да, по сути, вот такие точечные замены. Во-первых, вратарская все-таки, на мой взгляд, да. Плюс центральный нападающий вышел Игнатьев. Плюс левый фланг, куда вышел Технизян. На правый фланг переместился Нинахов. Ну, вот и Смольникова, да, собственно говоря, заменили. Да, Икар Пукас вышел в опорную зону. Помощь... К Бариновой Куликову вместо Мородишвили. Вот это хорошо, Игнатьев! Какой пас в итоге конфетный был от Пеняева. И все поздравляют его тоже, в первую очередь. По-моему, даже он уже дал пять, трем или четырем игрокам, которые его окружали. И вот только сейчас принимает поздравление Иван Игнатьев. Но это тот самый случай, когда Локомотив стал методично рвать соперника, который нет, не дораскрывается. Вот еще раз. Побежали все вперед. Хорошая комбинация. Ну да, и вот пас этот на Игнатьева, я думаю, мы еще прочувствуем. Хорошо было сделано. Действительно, Игнатьев может открыться в любой момент. Вот видите здесь, как Пеняя бросился в эту свободную зону. Ну как он умеет эти Локуны заполнять? И очень аккуратные передачи, да? Не каждый такую... Красивую может отдать, да еще и эффективную, да, на партнера. Очень мягко, спокойно. Тем более чувствует движение Игнатьева и то, в какой точке он способен открыться. Вот еще раз. С другого ракурса Игнатьев параллельным курсом бежит. И получает четко, да, на ход при этом, да, и четко в ту точку, куда он может добраться. Отличный пас. Просто гениальный. Шикарно все было исполнено. Так, ну что. Отобран мяч и здесь. Но вот такие потери, это тоже следствие, наверное, того, что Локомотив немножечко увлекается. Не чересчур, но все-таки. И Магиев. Сложно, сложно. Тем более здесь, видите, он упал. Потеря мяча была буквально на ровном месте в середине поля. И после этого пришлось спешным порядком возвращаться назад. Не забывайте, что этот матч, равно как и все уже состоявшиеся, а это седьмая игра, вы можете посмотреть на платформе ОКО без доплаты, но при условии регистрации. Соответственно, вы сразу можете любой матч найти из тех, что Локомотив проводил на этих сборах и посмотреть. Теперь уже в записи. Теперь уже в записи, потому что очень скоро Локомотив возвращается в Москву. Да, возможно, даже имеет смысл сейчас Магиев-то заменить, потому что лучше не рисковать и не дожидаться, когда эта травма, микротравма, пока еще сугубится. И назад возвращается мяч на половину поля Локомотива. Но здесь уже можно попробовать, не то что дать сопернику так и развернуться, но играть уже пороскование. Ну, правда, нет. Видите, Ландратов все-таки остается на поле. Значит, и он тоже, да. Как и вот большинству остальных ребят, это, скорее всего, прообраз стартового состава на игру с Спартаком. Я думаю, так, потому что, опять, это дополнительная нагрузка. Не факт, что это будет полноценный матч, но, скорее всего, полтора тайма. Я думаю, что через минут 10 будет уже массовый количество замен. Классный по спине Айва. И опять открылся в хорошей позиции. Ох, какой гол! Ох, какой гол забивает Баринов. Он действительно подключается обычно из глубины поля очень редко. Но поскольку ситуация такая, соперник такой и матч такой, можно было спокойно без потери какого-то качества взять и оставить свою обычную позицию. Подключился, остановился. Он был один, никто его не преследовал, никто даже не бросился за ним в погоню. И минут 5 у него было на то, чтобы поднять руку, принять мяч и потом не первым касанием, но все-таки прицелиться и вот так эффектно пробить. Очень красивый гол. Наверное, самый красивый пока что в этом матче. Ну, при том, что, опять-таки, уровень сопротивления понятен. Уже 3 пускает Давид в свою лукошку, а будет еще по факту и, возможно, выход третьего вратаря сегодня на поле, да? У Фурсана. Так что есть возможность забить и ему. 4-0. Ну, вот опять, качество, качество, качество. Оно, по идее, должно расти от матча к матчу, становиться лучше. Понятно, что это соперник не уровня Урала, не уровня Урарту. Опять-таки, но тем не менее. Карпукас пас на Баринова. Ну, вот опять, учитывая то, что Карпукас на поле, да, и сейчас можно с таким соперником играть в одного опорника, можно уже и Баринову вольготнее себя почувствовать и подключаться вперед все чаще и чаще. Ну, вот видите, остаются вроде бы три центральных полузащитника, но опять функции у них уже разные. И Баринов может попробовать себя уже более атакующей стихией. Но это здорово. В таком-то матче надо поднять настроение попытаться всем. Карпукас. Теперь поднялся и он уже. Камануа. Один в один обыграл. Смотрите, сколько свободного пространства можно на пустые ворота отдавать. И он отдал. Да, Пеняев чуть-чуть не успел. Ведь вроде казалось, да, отлично все делает Камануа и передача расчетливая вполне. А как? Чуть-чуть не успел Пеняев. Ну, у Сергея все будет. И передачи сегодня голевые есть, и голы еще будут. Конечно, он едва ли будет штурмовать клуб Григория Федотова. Но, тем не менее, опять, самое главное нет, а то, насколько здорово он видит поле, насколько здорово помогает партнерам. Яркий, классно растет футболист. Да, вот и пошли, кажется, замены. Но, учитывая то, что водопой сейчас, Лантратов, может быть, на время только отошел. Но, видите, Пеняева уже меняют. Я думаю, сейчас и Магеева заменят. Миранчук выходит. Но тоже вот вариант отлично для стартового состава. Но в какой форме сейчас? Конкуренция и здесь тоже идет-идет полным ходом. Сейчас где интересно будут использовать Антона Миранчука. Побежал в центр. Одиннадцатый номер, как всегда. Да, заменил Пеняева. Открывается на левом фланге. Да, напоится Пеняева. Пока что свежесть помогает ему подключиться в атаку и выиграть борьбу за позицию. Перевод направо. Очень тяжело. Здесь уже было как-то комбинировать самому разворачиваться и в одиночку идти вперед. Мы пока еще не увидели других игроков Лука, которые в заявке находятся. Там живоглядов, тот же Конти, который очень серьезный лепт внесет в создание конкуренции в центре обороны. Баринов может дубль оформить. Вы посмотрите, Баринов что стал делать. И насколько он хорош может быть при подключении вперед. Самое главное, это обычное исполнение своих обязанностей. Но если ситуация позволяет оставить там сзади кого-то еще, кто ничуть не хуже может сыграть, то, естественно, любого футболиста, я думаю, может потянуть в атаку. Баринов не исключение. Баринов универсальный игрок. Мы помним с вами, как он за сборную России в локомотиве в начале сезона отрабатывал в центре защиты, когда это было необходимо. Но, вот возможно, и атакующие его устремления тоже не до конца учитываются. Мог покинуть Баринов локомотив. Вы знаете, Бешикташ вел приговоры. Они были продолжительные, они были во многом затянувшиеся, потому что казалось, что со своих позиций клубы едва ли серьезно сдвинутся. Локомотив хотел получить куда больше 5 миллионов евро, и то там Бешикташ не сразу вообще вышел на уровень этих предложений. Хотел даже меньшим количеством денег обойтись. Но опять Лукой ни в какую не хотел отпускать. Не отпустил и за пять. Другое дело, что опять будет ли шанс уехать, например, в такую лигу, как турецкая в ближайшее время. Еще кто знает. Но Баринов игрок молодой, я думаю, что если он уровень-то свой снижать не будет, по крайней мере, в матчах чемпионата России, да, в первую очередь, то еще ни одно предложение будет. И из Бешикташа, и откупы, да бы то ни было. Ситуация может так сложиться, что отказывая Бешикташу, Локомотив ничего не теряет. Наоборот, приобретет. Тем более для решения задачи Баринов очень даже необходим. А потеря его во многом могла выставить и привести к перестановкам в составе. Большим. Тем более центральная ось это все-таки основа, от которой нужно плясать. Баринов сейчас ведущий игрок. Локомотив, конечно, хочет выручить с его продажи больше, но вот кто знает. Я думаю, что за ним будут следить и в Турции и много где еще до конца сезона. И в общем и в интересах Дмитрия и в силах его свою трансферную стоимость поднять. 4-0. Пока по счету самый лучший матч Локомотива. Но опять-таки, мне кажется, не стоит здесь хлопать в ладоши радостно, потому что уровень соперника наверное один из самых низких в череде тех, кто был конкурентом Локомотива в этих товарищеских матчах. Многие говорят сейчас об малайзийском клубе, о Джахварда Роутазиме, которому Локом, кстати, проиграл. Но опять-таки, это неоднократный чемпион Малайзии. При том скептическом отношении, которое есть к азиатскому футболу и вот таким странам, Юго-Восточной Азии, как та же Малайзия, все равно чемпион и чемпион. Тем более, он так регулярно играет в Лиге Чемпионов Азии. В этом году эта команда там много кого очков смогла отобрать. При том, что опять, это азиатская Лига Чемпионов, а вовсе не европейская. Но как бы то ни было, Локотт этому сопернику проиграл. А вот здесь, пожалуйста, 4-0. Все очень убедительно, пока и четко. по штрафную. Да, тут можно было и лучше с мячом обойтись. Физически, я вот думаю, что Локомотив очень хорошо может быть готов к возобновлению сезона. Мы это видим на примере некоторых игроков и уже не первый матч. А вот что касается взаимодействий. Вот тут еще возможны варианты, но опять-таки посмотрим, что будет уже по ходу первых официальных матчей после возобновления сезона. Тем более, самое главное, это, пожалуй, все-таки выжить в чемпионате. У Лок очень непростой календарь. Во-первых, эти два кубковых матча со Спартаком 22 и 27 февраля. И потом только вдумайтесь, да, Ростов, выезд, а Ростов сейчас один из лидеров чемпионата. Ахмат, выезд, а в Грозно всегда очень непросто играть. И Краснодар домашний матч 18 марта, но опять с Краснодаром непросто играть везде, и в гостях, и дома. Так что календарь первых матчей после возобновления сезона очень непростой. Но опять Локомотив нынче другой, обновленный, плюс еще новый тренерский штаб. Это тоже нужно учитывать. Один из конкурентов Локомотива Нижний Новгород, который Галактионов, как известно, покинул. Там шестиочковая разница. И очень может быть, что вот Нижний Та отпустил в стан конкурента, одного из главных конкурентов, тренера, который так хорошо начинал в Нижнем Новгороде и вместе с клубом сезон. Ну, как бы то ни было. Теперь Галактионов в другой команде. Да, очень красивый гол Барин. Вы еще раз посмотрите. Вот, никто его не держит. А кто его, по идее, должен держать? Вот даже здесь. Ну, видно, вот так с ленцой перемещаются эмиратские футболисты. Может быть, если бы что-то решалось бы в этом матче, если бы это была официальная игра за выживание в эмиратском первом дивизионе, они бы тут костьми ложились бы, но нет. Можно пробить. Вот это интересно. Пожестче, пожестче играть. Абсолютно согласен. Поскольку на ровном месте в итоге проиграли борьбу за мяч в середине поля. Да. Пробил поворотом. Марси Коста еще в первом тайме он вышел на замену в составе Форсан Испании. Марлон Коста. Вот еще раз. Он прошел, под правой подработал. Появилась возможность уже поворотом Худякова пробить. Да. Да, вполне мог и плотнее этот удар получиться. Традиционно, да, вместо Лантратова вышел Худяков к этой замене уже многие привыкли по ходу товарищеских матчей. Понятно, что Илья будет играть большую часть матча после возобновления сезона, если не все. Игнатьев. Игнатьев и он пяточкой как эффектно забивает. Да, многие мечтают о таких голах, но это еще и стечение обстоятельств во многом. И все же, когда вот мяч так приземляется рядом с пяткой, важно использовать свою позицию, не растеряться и все сделать для того, чтобы так красиво забить. У Игнатьева получилось. Тоже очень красивый гол. На все вкусы сегодня голы Локомотив забивает. Классно. Тем не менее, следующий соперник уровня все-таки совсем другого будет. Вот еще раз. Мяч в Вратарской уже. Да, один отскок другой. И тем не менее, давайте Ивана похвалим, как он сориентировался, как четко сработал. Сегодня Дзюба играл в старте, но не забил ничего. Игнатьев забил уже два, но опять-таки здесь есть нюанс. Дзюба играл еще ненагруженного соперника. Он, наоборот, его в том числе нагружал весь первый тайм. А Игнатьев уже действует против игроков, которые с этим перемещениями Локомотиву устали справляться. В большинстве своем, да, потому что мы видим, что очень многие игроки из первого тайма у Фурсана остались. У них и без того была не такая длинная скамейка запасных, как у Локомотива. 5-0. И это еще 23 минуты играть. И можно еще пару-тройку замен провести и, может быть, как раз за счет этого увеличить разницу в счете. Открывает раз за разом уже Антон Миранчук на левом полуфланге. Может и справа сыграть, может и вообще в центральную оси идти. Всем прекрасно известен его функционал в зависимости от ситуации. Но опять, вот в той схеме, которую сейчас наигрывает Михаил Галактионов, очевидно, очень важны именно эти два крайних нападающих. так что кто бы там ни был на краях, Пеняев, скорее всего, у него прочное будет место в стартовом составе, Глушен Кофли, кто? Камано, Антон Миранчукли, да даже и Зидор, да, когда восстановится. в любом случае, конкуренция здесь очень высока. И опять, это при том, что есть еще возможное место вот в той схеме в середине поля, в центре полузащиты, которая может быть и для Антона Мирачука, вакантна, да. Мы сейчас говорим о трех центральных полузащитниках, но не в каждом матче соперник будет настолько непростой, что нужно будет в центр поля ставить трех разрушителей. Да и даже при таком раскладе всегда один кто-то будет более креативен, чем два его напарника. Это как минимум. Этот треугольник может быть развернут вершиной в абсолютно разные стороны. Поэтому, кто знает, Карпукас сейчас получает мяч. Высоко поднимаются вверх полевые игроки локомотивом. Да, и Конти еще вышел на поле. Конти причем стал играть, как мы с вами видим, ближе к левому флангу. Карпукас. Мяч как-то выпал из поля зрения. На самом деле, да, лучше посмотреть, где он и от кого пришел туда в штрафную. Да еще пока не в штрафную. Вот опять можно пробить. Хороший момент. Да, ударов, может быть, не очень-то хватало сегодня локомотиву. Но так они не хотели понапрасну эти мячи терять и отдавать соперникам. Но вот здесь было непросто. Давид-то все-таки, видите, вратарь не очень высокий. И, конечно, ему надо загружать такие мячи под перекладину. Вот Антон все-таки пробил. Классный удар. И опять он почувствовал, что вратарь все-таки на линии вратарской находился. Хорошая скидка. Это даже попытка была в дальний угол пробить. Да, Лока здесь старается на все вкусы галы забивать и комбинации проводить. Даже при угловых. Угловых, по-моему, уже больше десятка, по моему подсчету, по крайней мере. Это тоже вследствие того качества, которое Локомотив выдает при подходах к штрафной, при создании момента в полуфлангах или в первую очередь работа там. Акцентированная она приносит свои плоды. При том, что крайние защитники, посмотрите, они сидят глубоко сзади. Технезиан вот пару раз после выхода своего на замену подключился вперед. Нинахов в первом тайме слева, опять-таки, мы про это говорим с вами, подключался, даже в центр смещался, но все равно он к линии штрафной практически не подходил. Сейчас тоже не подходит, играя справа. Основная нагрузка ложится как раз на группу, на линию атаки. Да, Мичел Сальгады как раз был крайним защитником, прекрасным крайним защитником, очень-очень высокого уровня, одним из лучших в Европе, и поэтому толк в игре такой, и такого уровня он прекрасно знает. Здесь было, что подсказать, другое дело, что именно там у Форсана были пожеваны и большие проблемы. У Игнатьева есть возможность сделать хитрик, не забывайте об этом. И вот совсем недавно после углового он мог скинуть мяч в дальний угол и тем самым его оформить. классический причем, да, за тайм. Но еще есть время. А он-то до конца матча доиграет точно. Маи был с мячом. Ну да, вот шага не хватило, чтобы отобрать у него мяч, потому что он действительно с ним уже очень долго возился. Так, в центр можно отдать. Игнатьев тем более готов был приемом мяча. Конти. Нет, это Миранчук, прошу прощения. Вот здесь уже надо принимать мяч и очень уверенно идет вперед Лока. Теперь уже через центр. Ух ты, Игнатьев бросается за этим мячем опять. Но тот уже далековато отскочил на Веллисона как раз. И тот выбивает его за боковую линию. Очень интересный защитник Конти, кстати, да, аргентинец, который в Европе уже успел поиграть за Бенфику. Но штука-то в том, что в Бенфике он играл очень мало в последние годы. Он уезжал в Мексику, он уезжал в Бразилию, играл за Америку Минейру в последний сезон. Хорошая команда, хороший игрок. Но опять, в Бенфике-то он не подошел с ее европейским уровнем. А в Америке Минейра это клуб-середняк, все-таки, откровенно говоря, он был, пожалуй, на своем месте. Вот как здесь получится, как здесь сложится. Но первые матчи показали, что, по крайней мере, Делокматиеву это серьезная находка. Вот он сейчас играет ближе к левому флангу. Получает мяч там. Но это возможность еще на таком сопернике. А вы видите, да, сейчас переход идет на три центральных. То есть Конти, левый, Магеев, центрующий и Нинахов. Правый центральный. Еще одну схему опробовать. Мало ли что. Все правильно. Но, по крайней мере, в начальной фазе атаки это выглядит именно как игра в три центральных. Предначение розыгрыша. Подача. Опять Игнатьев сейчас может добить, добавить мяч в ворота. Нинахов робко-робко подключился вперед. И вот все-таки, наверное, вот тут как раз шага и не хватило, чтобы даже на удар выйти. Магеев флоп против него. Мне кажется, надо сейчас Галактионову все-таки уже Магееву как-то пожалеть, пожалеть, потому что это неофициальная игра, на нем очень часто фалят соперники, учитывая то, что нередко получает мяч Магеев для начальной фага атаки. Таким важным игроком останется в структуре локомотива и сейчас. И вы видите, да, основные, основные Нинахов, Магеев Баринов получают по сути абсолютную нагрузку. Если даже предыдущие матчи с тем же Уралом можно было говорить о том, что важно использовать абсолютное большинство, то здесь уже как раз под официальные матчи чуть ли не впервые на этом сборе системообразующие игроки получают такую нагрузку на себя. Не страшно, учитывая то, что следующий матч официальный матч через неделю. Ровно через неделю 22 числа. Не забывайте, у Лока первая игра официальная в этом году календарном со Спартаком. Кубковый матч. Билет уже на официальном сайте Лока. 5-0. Неплохо отработал Текнезиан. Ну да, вот создается ощущение, что все-таки можно здесь и по крайней мере Текнезиана в роли латерали использовать, а вот справа-то, справа Нинахов по идее, как правый центральный должен опять глубоко сидеть сзади. А вот тут смотрите, кто подключается. Сюда Нинахов опять, Баринов уже вновь вперед идет. Ну да, такого латерали, как скажем, слева Текнезиан, который в полупозиции, который на бровке, который высоко поднимается справа, это нет. Ну вот тут еще, безусловно, речь о самом построении действий именно на чужой половине поля. Начальная фаза, розыгрыш мячей, там это одно, а вот все остальное на чужой половине тут тоже, возможно, нюанс. Так что абсолютно не случайно Нинахов стал ходить вперед на регулярной основе. Вот он сейчас только возвращается назад. Молодцы, вдвоем действительно додавили, доработали эпизод. При том, что вот из глубины, да, подключался игрок Фурсана. И, кстати, там в полупозиции хорошие Нинаховы Баринов. Если пошла передача назад, он мог бы перехватить эту передачу. По крайней мере постараться это сделать. Карпукас. Да, и была подсказка на Антона. На Антона можно вынести, но как бы то ни было, пока идет медленный перепас. Карпукас и перепас. Игнатьев. Баринов один, и он открыт. Получает мяч от Артема Карпукаса. Вновь мягко оставил. Да, действительно, прибавил в этом сезоне, и то, что его использовали в основе так регулярно, тоже о многом говорит. Да, много чего не получилось у Локомотива в первой части сезона. Это мягко сказано, учитывая результаты, необходимо сейчас бороться за выживание. Но вот то, что чаще стали Карпукасу использовать, это, безусловно, одна из таких ярких находок. При том, что, кажется, будет игрок еще более высокого качества, чем показал уже в первой половине сезона. 0-5, но не привыкать, да, к тому же Фурсану в первом эмиратском дивизионе. Я видел интервью Митчелл Саргаду, он говорил, ну, на официальном сайте даже можно найти Фурсан Испании, он говорил о том, что это всегда была мечта его жизни, устроить Академию, а тем более, когда, видите, совпадают твои желания и мечты с возможностями не только твоими. Я не думаю, что он смог бы эту Академию развить настолько, что появилась бы даже команда, которая в Испании бы дошла бы до уровня секунды, правильно? но тем не менее, за короткий срок, менее чем за 10 лет, они уже буквально в нескольких шагах в одном дивизионе от попадания в элит. В эмиратах не самое сильное первенство, конечно, куда сильнее на Ближнем Востоке Катар, Катарский чемпионат, особенно Саудовская Аравия, это, пожалуй, ну, тем более, сейчас с привлечением Криштиану, Роналду и, возможно, привлечением Месси, ведь не секрет, может летом присоединиться к Криштиану, по крайней мере, если не в клубе, в клубе уже точно нет то в чемпионате, в том же Аль-Хилале, то в любом случае по уровню своему, да, аравийское первенство, оно ведущее на Ближнем Востоке и в Азии это одно из лучших, включая там Японию и Южную Корею, это, наверное, большая тройка. Амираты отстают, но туда тоже много бразиццев уезжает, там играл совсем недавно еще Велитон, например, бывший спартаковец и был одним из лидеров своего клуба. Уровень не самый высокий, но довольно зрелищный чемпионат, много мячей там забивается, Велингтонду было там хорошо, хотя вот именно там выступая он такого уже, знаете, Баранчика превратился здесь в России, поддерживал физическую форму, а там-то он со своими плюс 10 килограммовый вес справлялся уверенно, так что кому как, на любителя. Но здесь-то все, видите, ребята физически отдарены, хотя и не очень хорошо готовы, а так лишний вес мало у кого есть. Магеев, 10 минут. Плодотворный сбор и, наверное, только по возвращению в Москву, только после того, как мы увидим Лока в официальных матчах, мы поймем, насколько вот все-таки здесь качественная работа была проделана. То, что большая, сомнений нет. Вот эти три сбора протянутые во времени, и, в общем, это действительно больше месяца, полтора, по сути дела. Это очень большой пласт времени. И за это время действительно можно было хорошо подготовить команду. Я думаю, что Лока, по крайней мере, физически покажет себя хорошо в первых матчах. А дальше уже многое зависит не только от подготовки исполнителей, но и от тренерских идей Галактиона. То, что будет больше молодежи, скорее всего, подключаться. Это, как мне кажется, очевидно, но опять, скорее всего, это будет уже ближе к лету, потому что сейчас важно решить ту задачу, которая стоит при Локомотиве. А она все-таки непроста. Возобновит Локомотив чемпионат России со ставанием в 6 очков от тех конкурентов, которых важно подвинуть. Того же ниже него Новгорода или Крыльев Советов. Видите, не чуждо для Лока команд, потому что из Нижнего Новгорода взяли Галактионова, из Крыльев Советов Пеняева и Глушенкова. И очень может быть, что тот же Пеняев, вот видите, мы сегодня Глушенкова пока так и не увидели, но тот же Пеняев очень быстро становится одним из лидеров у этого обновленного Лока. И опять длинная передача, но вот во втором тайме очень часто проходили передачи на фланге, особенно вот туда, на левой. Помните, оттуда сдавал передачу Пеняев, оттуда подключался Тикнизян. И очень может быть, что это будет еще и основным вектором направления атаки и в официальных матчах. Хотя в то же время мы видим, да, конкуренция за место правого защитника, она может быть очень серьезной. Да, Нинахов, понятное дело, основной, но правых защитников как таковых у Локомотива хватает, левых по сути. Хотя игра может быть построена совершенно по-разному. Только два. Но есть еще претенденты на роль крайних полу защитников. Посмотрим, в любом случае. Варианты есть. Все же, кажется, основная схема, которую наигрывала команда уже в последних матчах была опробована. Марио Митая сегодня тоже на поле не вышло. Если мы говорим про левого защитника, он играл в нескольких предыдущих матчах и неплохо играл. Тикнизян, его конкурент, но там же слева может сыграть и Нинахов, как мы видели сегодня, и Смольников. И тот же Лукас Фасон, которому, конечно, давайте пожелаем здоровья. Потому что, конечно, болеет он куда чаще в Луко, чем играет. Справа понятно, Нинахов, Смольников и Живоглядов, разумеется. Конкуренция тоже неплохая. Право, защитник, кстати, может играть и Морадешвили, например. Поэтому, если что, тут тоже возможен вот такой вариант. Но это уже крайний случай. так, неплохо, но все равно рискованно, да, Глушенков. Да, он уже минут 15 как на поле, все правильно. Вот после той серии замен, которую Луко провел вскоре после так как счет стал 4-0. Да, доигрывает матч Фурсан. И, кстати, посмотрите, доигрывает все-таки с третьим вратарем. Действительно, Юсеф может быть не на полчаса, но минут на 20-то вышел. Хотя я не думаю, что много будет тут добавлено к основному времени. Поэтому там не 20, а где-то 18-17 получится. Так нельзя. Игнатьев и ждет уже Глушенков мяч на правом фланге. Посмотрите, и Баринов, через него можно туда провести мяч и атаку. Но слишком, конечно, очевидная была мысль с передачи. Удар по воротам. Худяков на месте. Вот таких случаев, когда практически нет работы вратаря, конечно, есть риск застояться. А ведь удар-то был непростой. Мяч падал во вратар, но он аккурат в ту самую точку, где его сложнее всего было взять. Но молодец Худяков, что он так сложился. Игнатьев открывается, и не только он. Здесь Конти. Глушенков работает и смещается назад. Вы видели, что он на свою половину поля возвращался. Магеев. Вот тут уже, учитывая то, что он под очень большой нагрузкой, тяжело было успеть. И он действительно на полусогнут уже к флангу отправлялся. Нинахов тоже устал. Да, вот с активностью передней линии понятное дело многое уже ясно, но вот видите, как хорошо здесь поджимали, когда мяч находится на чужой половине пули. Пара центральных полузащитников Баринов и Карпукас. Очень здорово, они очень близко находились в тот момент к линии атаки. Но сейчас нужно думать об обороне и чуть было не прошел в штрафную площадку МАИ, который уже не первый раз поднимается так высоко во втором тайме с тех пор, как на замену вышел. Пять минут еще играть. Эмиратская первенство, это, конечно, не про качество высокое, по крайней мере, сопоставимое с европейскими чемпионатами, но вот я думаю, что там десятка-то точно нет. С пятнадцатью даже нет. Но при том, что, конечно, уровень игры в защите не самый высокий все равно, голов, как правило, сбивается очень много. На все вкусы очень много бразильцев, очень много латиноамериканцев, вообще, и аргентинцев тоже хватает. Так что, вот это и добавляет зрелище тем матчам чемпионата ОАЭ, которые проводятся, скажем, в элитном дивизионе. Там очень много голов сбивается, по-моему, даже еще больше, чем в Саудовской Аравии. И в отличие от Саудовской Аравии, где зачастую, даже на такое первенство, часто можно видеть на матчах пустые трибуны, если это домашний матч с участием клуба, ну, не Гранда, не Аль-Хилали, не Аль-Насра, не Аль-Шабаба. Вот в Эмиратах футбол любят везде. И в Эмиратах, в любом городе, на любом матче могут быть полные трибуны, даже если это аутсайдер. Форсан Испании наверняка есть своя группа по поддержке, хотя опять команда новая, без традиций пока еще, а для любого футбола, и арабского в том числе, это тоже очень важно. Три минуты. Ну, есть, есть еще одна, может быть, интрига, которая скорее вытекает из логики. Того, кто забивал. Иван Игнатьев, два мяча после выхода на замену. Может быть, будет сегодня хитрик. Ну, и важно для Худякова, равно как вообще для вратарской линии, все-таки сыграть на ноль. И для всего Локомотива. Сурарту получилось, но там вообще был сложный матч, судьбу которого решил Автогол. все же это было уже полтора недели назад. Глушенков, ну, тоже, по сути, да, он сейчас работает в роли латераля, учитывая то, как глубоко назад он возвращается в таких ситуациях, когда мяч на своей половине поля. И вот сейчас он должен открываться уже на фланге в атаке. Нинахов. Да, тут вроде линия расставляется четырьмя защитниками, но при всем при этом, учитывая то, что соперник с мячом, и он атакует, все равно нужно встречать. И все правильно делают футболисты Лока. И Антон Миранчук, сейчас вышедший на правый фланг, на помощь своим. Очень глубоко спустился Игнатьев, там же остался Глушенков в той зоне. Результат матча вторичен, да, но вместе с тем важно отработать хотя бы отрезками те модели, которые могут помочь во время матча официально. Встречать надо, все правильно. Куликов тоже весь матч провел на поле и тоже устал. Но вы видите, какой у него потенциал и как он действительно физически готов. Может быть тяжело сейчас, но в любом случае, это первый такой матч, где хотя бы некоторые футболисты получают возможность сыграть 90 минут. А необходимость в этом будет уже через неделю максимальная для не трех, четырех игроков, а для большинства. Все-таки последний матч на сборах, а уже через неделю официальная встреча. Так, Глушенков долго разворачивался на самом-то деле. Пас вперед. Да, пока там мяч катился, Игнати, даже эмиратские защитники успели вернуться. 20 секунд еще, но тут нет смысла при 5-0 добавлять хоть сколько, минуту, 2, 5, 10, неважно. Надо свистеть уже. Ну, еще разочек замахнуться на хитрик, бы Игнать его. Он уже открывается, чуть-чуть поудаль от мяча. Пас назад, ух ты, удар! Штанга! Фу! И еще удар, да, неплохо. Но, кажется, после этого ничего уже не будет. Даже углового не дадут исполнить. Да, финальный свисток. Ну что, поздравил Локомотив с победой в последнем матче сбора или сборов эмиратских. С одной стороны, да, это последний матч, через неделю уже домашний матч кубковый со Спартаком. Не забывайте билеты на официальном соцсетке Локомотива fclm.ru. Но при всем, при этом, да, хорошее настроение у Лока. Подняли они себе его сегодня результатом. Отчасти игрой, потому что получалось больше, чем не получалось. Но, как бы то ни было, потелок. Есть за что порадоваться. Есть конкуренция в каждой из линий. Есть различные схемы и построения, при которых может Локомотив играть. А как там будет в официальных матчах, мы уже посмотрим. По крайней мере, команда сегодня дала повод порадоваться за свою работу на сборах. По сути, этот матч как итог этой месячной, полуторамесячной работы в Объединенных Арабских Эмиратах. Ждем Лока дома, ждем Лока в Москве и будем уже ждать официальных матчей Локомотива непосредственно в ходе внутри российского сезона. На этом все. Вместе с вами эту игру смотрел Николай Саприн. Еще услышимся на ОКО. Пока. Готовы? Растянулись? Максимальный спринт 20 метров у нас не мешает.